81 миллион граждан Турции голосовали на парламентских и президентских выборах. Государственные СМИ говорят, что подсчитанные 99% голосов, 53% из них обеспечили решительную победу президента Эр-Эдже Патаипа Эрдогана и его партии «Справедливости и развития». С нами Эдже Темель Куран, которую называют самой читаемой колумнийской Турции. Какое послание Турция отправила Евросоюзу результатами этих выборов? Я думаю, это послание о том, что Турция собирается защищать демократию, она намерена ориентироваться на западные ценности, что она привержена плюрализму и что Европейский Союз должен воспринимать ее всерьез. Если вы помните, западные страны поддерживали Эрдогана, особенно во время его первого срока, после 2002 года. Я думаю, многие жители Турции согласятся со мной в том, что оппозицию, по крайней мере в моральном плане, должен поддержать Евросоюз, должны поддержать демократические европейские страны. Что нам не нравится, так это разочарование от полной непредсказуемости всего и в иностранных делах, и во внутренних. Но это, конечно, неудивительно, учитывая, что судьба страны в руках одного человека, президента Эрдогана, а его толстокожим никак не назвать. Это темпераментный человек. Он действует по своему собственному усмотрению и довольно непредсказуем. Тут весьма интересно напомнить, что предвыборным лозунгом Эрдогана было больше справедливости, больше свободы. Оппозиция внушила огромный энтузиазм тем людям, кто выступает против режима единовластия. Беспрецедентная ситуация, когда все партии политического спектра объединились против президента Эрдогана. Не столько против него лично, сколько против той системы, которую он выстраивал последние 15-16 лет. И благодаря этому объединению турки поверили в эти выборы. Но все равно атмосфера безысходности и беспреспективности настолько тяжела, что ее можно ощутить физически. Потребуется время, чтобы люди оправились от разочарования и чувства безысходности и смогли вернуться к оппозиционной деятельности и политическим действиям.